всем привет с вами хосточ александр ведущий блога стоишь life сегодня со мной сергей симонов да да не удивляйтесь и романыч вот значит сергей симонов сегодня нам расскажет о пяти плюсах для туриста в америке что тебе больше всего понравилось какие плюсы ну первое конечно это наверное плюс какой вот есть такая песня или даже какое-то выражение запах свободы да вот здесь вот действительно запах того что всем принципе по барабану на тебя кто ты что ты как ты где ты с кем ты в чем-то одет так и хочешь хочешь быть там в отличие от россии уриным хочешь быть геем хочешь будьте успешным бизнесменом все же таксистом таксистом успешным никто тебя не будет трогать смысл в чем в отличие от россии объясню почему у нас же мы так вот устроенного русские люди до общества то нам нужно влезть вот в душу в нутро а почему так объяснять чем ты это делаешь и для кого а почему именно вот это они то здесь еще по барабану здесь эти улыбаются здесь сети довольны здесь ему ты рад здесь у ну это не докапывается просто чтобы докопать я считаю что даже не плюс это огромный плюс потому что вот у нас к сожалению всегда в россии приходится отвечать на вопросы почему у тебя нет детей почему у тебя такая машина здесь дальше всего не лезет здесь еще по барабану короче первое что бросок бросилась глаза вот значит второй как бы очевидный такой хороший плюс мой жирный плюс это то что в америке наверно можно и нужно получать образование объясню почему потому что она наверное котируется не только в америке но и по всему миру в том числе в россии да это правда ну и плюс человек с образованием здесь диплом не просто у меня диплом теперь можно там потереть им заняты здесь диплом это значит что ты можешь найти хорошую работу во всем мире подчеркиваю то что если ты в москве или там еще в каком-то городе россии закончил получила бы высшее образование не о чем ты приезжаешь даже сюда со знанием языка тебе просто скажут что дружок ну блин это все здорово да здесь по-другому нужно верифицировать диплом подтверждать его и так далее это второй наверное плюс да тоже очень жирный он в принципе касается молодежи тоже молодежь который будет смотреть и думать там а вот поехать не поехать ребят решили учащится учиться получить образование то есть смысл получить образование в америке она вам она конечно поможет и ну как бы будет здорово плюс еще америке в том то что она как бы разная вот мы были в разных штатах в разных городах кажется это барбара за анджелес сан-франциско все отличают они все разные у каждого свою культуру своей истории свой колорит из своей какая-то энергия же свои национальности при где-то преобладает там белые где-то азиаты где-то там да вы наверное сейчас думать арчуны разные у нас тоже типа рязани одна москва другая нет ребят тут понимаете в чем дело то есть каждый человек в америке и вообще наверно да тот человек который приезжает там эмигрирует в америку он может найти себе город по душе хорошо это верно я с многими разговаривал в том числе с ребятами которые здесь постоянно живут и спрашивал а почему ты именно в индиане живешь например он но тоже юра да он говорит суши я горит приехал несколько раз в америку я пожил там я под почувствовал там я переехал туда я понял что вот здесь нехорошо поэтому америка дает возможность выбора вот когда есть выбор ты пони ты чувствуешь себя человеком то есть тебе есть как бы спрос есть предложение намного проще перечать внутри америки чем из страны в страну правильно вот потом по поводу ну тут ребят тут очень много плюсов тут невозможно 4 до 4 плюс это ну наверное то что вот опять же миф или не миф вот так вот по поводу тачек скажу что я все-таки думал что в америке машин это средство для передвижения я наверное убедился в обратно потому что сейчас то ли времена меняются то ли поколение другое то есть я все равно понял как бы что машина это все-таки некой некий статус нет некий показатель но показали тут проще проще взять в ренте и проще взять в ренту они здесь дешевле стоит здесь решили стоит бензин это все понятно но вот именно ну по конкретно по тем городам по которым я проехал то вот очень много крутых тачек то есть если у нас например в москве какое-то скопление машин по другим городам их меньше то в америке их просто много санта-барбара ты можешь увидеть вообще ну весь цвет мирового автопрома пашетом и заканчивая там не знаю там на зарате там и все дальше по сбит по списку причем эти машины могут стоять по несколько штук сразу около одного дома даже не закрыты абсолютно спокойно на свободном выпусе я говорю дальше и 5 самый такой наверно основной плюс еще то что здесь вообще никто не заморачивается в плане как сказать стиля одежды какого-то твоего образа летят вот своего стиля и даже сейчас наверное скажу в поддержку бомжей потому что многие вот может упрекает этих людей на самом деле они живут по фану просто люди такие это не говорит о том то что они там какие-то сумасшедшие хотя у меня был прикол то что я говорил ребят наверно в какой-то из дней сделали амнистию в дурдоме да то есть все столько психида выпустил на улицу а на самом деле нет это опять же америка это ее плюс огромный то что америка дает возможность самовыражаться самовыражаться кто-то пожить как хочешь кто-то понтуется кто-то охотник кто-то пожарник то есть ребят но вот как то так с калифорнии отдельной ситуации с бомжами их тут так много потому что бомжи со всей америки едут сюда и это самый бомженаселенный штат сша и платят им около штуки баксов месяц просто потому что не бомжи поэтому ребята ешь в америке